Ржавая горка, качели без перекладин, песочница со стеклами. Увы, но так выглядит большинство детских площадок рядом с нашими домами. Их качество всегда волнует родителей, особенно это становится актуально для старых жилых домов. Как обезопасить детей и куда обращаться, чтобы во дворе установили новую детскую площадку, расскажем в нашем сюжете. Весна. Установилась теплая солнечная погода. Родители все чаще выходят на прогулку с детьми. Малыши, конечно же, прямиком бегут на качели или горку. Но эта детская площадка точно не похожа на территорию мечты. Да и безопасно ее не назовешь. Карусель и горка держатся на честном слове. Скорее всего, за содержание детской площадки отвечает управляющая компания. Напишите письмо на имя руководителя, соберите подписи, приложите фото. Подтвердите, что конструкции безнадежно устарели и небезопасны для детских игр. А если детская площадка принадлежит муниципалитету, то стоит обратиться к местным властям. Собственники также могут обратиться в администрацию того района, где они проживались, чтобы администрация района вышла, провела проверку соответствующую. И выдали предписание управляющей компании. Потому что есть еще часть детских площадок, которые находятся на балансе администрации районов. И за которые отвечает непосредственно администрация района. Конечно же, собственники помещений, жители для того, чтобы благоустроить свой двор, могут участвовать в программе поддержки местных инициатив. Все подробную информацию вы также можете получить в администрациях районов, там, где вы проживаете. Собственно, именно так недавно сделали жильцы дома номер 99 по Октябрьскому проспекту. Еще год назад у двойняшек Лены и Саши во дворе было не слишком много развлечений. Только горка и качели. Прошло меньше года, и малыши делятся своими впечатлениями от новой игровой зоны. Это самая, что ни на есть детская площадка мечты. Ее установили в рамках программы поддержки местных инициатив. Мы всегда с друзьями катаемся, кто быстрее, и на качелях очень сильно катаемся. У нас была не очень хорошая площадка, была вот тут и вот тут, она еще есть. А сейчас построили хорошую, и очень мне нравится. По мнению активистов, это отличный повод объединиться и реализовать проект, который нужен и важен для каждого жителя. Наши ожидания оправданы полностью. У нас три зоны. Зона для малышей, зона для среднего возраста, и зона для воркаут, площадка небольшая. Во многое все зависит от инициативы самих жильцов, ведь, как говорится, под лежачий камень вода не течет.